Да, ну что ж, я предлагаю также дальше идти. Сейчас будет некоторый провокационный момент. Провокационный в том смысле, что вот мы сейчас очень много такого позитивного кругом насмотрелись, да, и для того, чтобы немножко закрепиться, но при этом мы понимаем, я преодолею, что я понимаю, у вас там у кого какая разница во времени, боже, кто у меня там из Хабаровска, Владивостока, я понимаю, вам уже очень тяжело. Сейчас я приглашаю Станислава Казакова. Со Станиславом мы очень замечательно поработали как раз в таких малых форматах, когда, малых форматах в смысле вот обучающих, когда про стратегию, про фокусирование. И сейчас он вас немножко взбодрит. Взбодрит, правда, да, с одной стороны. С другой стороны, мне очень хотелось, чтобы все, что вы сегодня вот насмотрели за этот день, ну, немножко попробовали приземлить. Немножко вообще там заземлит Станислав, судя по презентации, прям вообще заземлит. Вот. Я не знаю, что из этого получится, честно. Это некая, для меня это некая провокация. Ну, мы, я думаю, что в конце дня уже можно. Вот. И напоминаю, что завтра у нас продолжение. Вот. И в финале дня второго мы тоже делаем, ну, уже не провокацию, там просто мастер-класс. Ну, здесь тоже мастер-классы, там практикум. Но в любом случае мы делаем историю про персонал. Вот. Ну, про обучение, по крайней мере, персонала в том числе. Да, мне непросто. Мне нужно было подумать, что в завершении поставить. Но я уверена, что нужно что-то было такое, чтобы вам переварить и отрефиксировать все, что мы сегодня прошли. Хорошо? Позвольте мне такой эксперимент. Замечательно. Передай слова. Спасибо огромное, Наталья. Надеюсь, она вас не слишком сильно напугала. Все уйдут без повреждений. А мы вас не боимся, и это отлично. Так, а можно ли увидеть мою презентацию? Я, да, я не гордый, я в народ. Да, так, коллеги, еще раз представлюсь. Меня зовут Казаков Станислав. Я 30 лет в бизнесе, начинал 17 лет менеджером по продажам, прошел все этапы. Последние 20 лет я работал первым-вторым лицом в компаниях с оборотом от 3 до 10 миллиардов рублей. Последние 7 лет я был директором стигипермаркета в Дарвин. Кто из московского региона, знает, это номер один на рынке Московской области по товарам для дома и сада. С 2008 года я запустил свои бизнесы. У меня своя консалтинговая компания Big Time Retail. У меня своя IT-компания. И у меня есть франшизная сеть кафе Пикарин, небольшая, вместе с партнерами. Соответственно, я много работал в форматах, в которых готовая еда является дополнением к основной ценности, которая создается. У меня есть свой бизнес в формате, где готовая еда – это основная ценность. И я много как консультант, и мы сегодня будем говорить, я много работаю с компаниями по анализу потребительского опыта. Ну, то, что сейчас модно, вот Customer Journey Mapping, бла-бла-бла. Почему? И почему Наталья, за что я очень ей благодарен, меня именно в конец поставила. Вам сегодня целый день рассказывали о том, как надо вести бизнес. Какие проблемы возникают, когда мы красивую идею начинаем реализовывать в сети, в которой работают 200, 500, 5000 сотрудников. Понимаете? Мы красивую идею на картинке нарисовали, но когда доходят до практики, начинаются шероховатости. Да? Отлично. Так, а где у нас кликеры? Коллеги, а есть ли кто-то из организаторов? А, вот он где спрятался. Нашелся. Смотрите. Я не буду повторять все, что говорили предыдущие спикеры. Давайте посмотрим вместе вот на что. Для чего вы приезжаете на конференцию? Для того, чтобы что-то узнать или что-то переосознать. Я вот с 2008 года работаю как консультант, и я преподаю в том числе по программам MBA, лучшей в Российской Федерации, на мой взгляд, в бизнес-школе Мирбис. И я там всегда говорю слушателям, и на всех конференциях, на которых я выступаю, я говорю, не важно, что я сказал. Важно, что вы услышали, унесли с собой, и внедрите с завтрашнего дня в своем бизнесе. Тогда вы не зря потратили время. Понимаете? Поэтому я не буду повторять все, что рассказывали. Я попрошу вас сфокусироваться на том, в процессе моего рассказа, что вы для себя унесете и будете использовать в бизнесе. Итак, производство готовой еды, пять факторов успеха и пять главных ошибок. Я в трех слайдах сейчас соберу, наверное, все, что предыдущие ораторы очень качественно и подробно рассказали. Для чего вообще покупают готовую еду? Не буду повторяться, все на картинке. Покупают готовую еду, потому что домохозяйка не хочет вот так, и мы все не хотим вот так, только в мечтах. А на практике получается вот так. И именно поэтому, в самом широком смысле слова, люди очень быстро устают. А если жена одна и та же, я сам 25 лет женат, поэтому я имею право так говорить. А если жена одна и та же все годы, то какая еще проблема возникает? А она все время готовит одно и то же. Да, у нее 35 рецептов, но за 25 лет невозможно. Соответственно, и что появляется? Появляется наш с вами бизнес. Правильно? Появляется возможность провести время, не тратиться, не заморачиваться на продукты. Быстро все, все вкусно, и, как вы видите, на картинке разные. Вот они тренды. Мы не хотим тратить время, мы хотим разнообразия, мы хотим дополнительных удовольствий. Здесь все просто. И целый день вы слушали о том, какие именно формы может принимать наш бизнес. Поэтому я не буду повторять, просто сфокусируем. Сфокусируем. Вот реклама «Перекрестка». Что они делают? Для чего это создается? Мы в Дарвине делали то же самое. У нас точно так же внутри был кафе. Кто не знает наш формат, это 5000 квадратных метров. То есть там, в общем, реально заблудиться можно. И у нас точно так же посередине торгового зала что было расположено? Кафе. А кто мне скажет, а для чего в большом магазине нужно кафе? Вот вы смотрите на меня. Покупатель, совершая покупки, уже начинал голодать, потому что он глазками смотрел на все, что происходит вокруг него. Естественно, когда он голодает, нужно быстренько его накормить. Отличная мысль, спасибо. А еще смотрите, что у нас есть. А еще у него увеличивается время пребывания. А кто мне скажет, вы так активно со мной соглашаетесь, а почему увеличивается время пребывания, если у нас посреди торгового зала большого есть кафе? Ты сел, посидел, покушал, выпил кофе, чаю, пообщался, пока чай пьешь, да, походил, посмотришь глазами, о, а тебе домой еще и вот это, и вот это, и вот это нужно купить. Спасибо огромное. Вот мы не договаривались. Это не подсадные соцпикеры, не подсадные. Но смотрите, вот она сказала, вот мой следующий слайд. Вот так вот, рост среднего чека. Я не буду сейчас грузить вас нейромаркетингом. Уверен, многие из вас знают, что это такое. Уверен, многие из вас активно это используют у себя. Скажите, когда человек поел, он добрее становится или злее? Особенно женщины это знают. Да, с мужчиной что надо делать, когда он сработал такой? Я когда приезжаю в 10 вечера иногда, жена не задает мне вопроса, как день прошел, ты меня любишь, красиво ли я? Она говорит, вот там уже ужин на столе. И после того, как наш клиент покушал, он точно так же берет свою тележечку, не покушал бы, поехал бы уже, а покушал и по второму кругу пошел. У нас в Дарвине некоторые клиенты оставляли тележку возле кафе, шли за второй тележкой, чтобы набрать еще побольше покупок. Вот для чего нам с вами нужна готовая еда. Поэтому те ритейлеры, которые думают, в каком формате должно быть кафе, я скажу, чем оно сильнее, тем больше ценностей для вас. Не ограничивайтесь двумя пончиками на крошечной витрине и убогой кофемашины, ни в коем случае. Это реально работает. Как следствие, очевидно, да, вот я очень люблю эту картинку, я ее часто показываю. Скажите, какая девушка самая красивая? Все, то есть никакая. Ну, без обид, да. Вот мы сегодня с Дмитрием Дмитриевым, это экс-директор по коммерческим операциям Лерой Мерлин Раша, мы тут на хаус-холде, я провожу там другую деловую программу, вот. И мы как раз с ним разбирали, что такое позиционирование, отстройка от конкурентов, да? Когда большой выбор чего-то одинакового, даже если все это одинаковое, очень красивое, никто не выделяется. Поэтому третья важнейшая ценность наличия собственного производства, собственной кухни – это отстройка от конкурентов. Очень сильное. Поэтому чего нельзя делать? Ни в коем случае нельзя чего делать, создавая ассортимент внутреннего кафе? Повторяться. Повторяться. Правильно. Ни в коем случае нельзя дублировать то, что есть у соседа слева и соседа справа. А из магнита Dixie X5 Retail Group кто-нибудь есть? Ну, чтобы я случайно никого не обидел. Нет, все. Только вы им не рассказывайте, ладно? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Заходишь ты в пятерочку. Она же первая начала сделать ставку на собственное кафе, да? Заходишь в пятерочку. Сейчас заходишь в магнит, они тоже начали кафе делать. Молодцы. Отреагировали. Очень быстро. Очень быстро. Бывший операционный директор сети Дарвин сейчас как раз работает в команде проекта слияния Dixie и магнит. Я с ним общаюсь, они подхватили тренд. Пятерочка уже пять лет, выпечку продает, магнит. Заметил. Что происходит? Если у всех одно и то же, ценность теряется. Понимаете? А если ты ввел не просто ассортимент готовой кухни, а у тебя какие-то свои фишки есть, вот тогда ценность есть. Что мы делали в Дарвине? Есть такая сеть пекарен «Скалка». Знаете ее? Очень вкусные, хотя и не дешевые пироги. Вот мы не могли себе позволить настоящее производство внутри каждого гипермаркета. Поэтому кроме обычной выпечки, которая за разморозки делается, мы у них заказывали их пироги с доставкой. Мы их нарезали и выводили девочек проводить дегустацию. И когда мы проводили дегустацию этих потрясающе вкусных... Знаешь, такой честный пирог? Вот что такое честный пирог, скажите мне? Чем он отличается от нечестного? Да я не знаю. Там, где мало теста, но много начинки. Вот, и когда мы на подносе выносили замечательные пироги и скалки, это не реклама, они за это ничего не платили, из которых вываливается начинка, понимаете? Вот тесто вот такое, вот столько вот. У нас у покупателей слюнки текли, понимаете? И они начинали в гипермаркет. Еще раз говорю, 5000 квадратных метров, 35 тысяч скают. И они к нам в гипермаркет по выходным приезжали за пирогами. Понимаете, о чем я говорю? В гипермаркет растений и товаров для дома приезжали за пирогами. Понятно, что в тележке на 10 тысяч как раз того, чего надо было, но приезжали за пирогами. Вот вам генератор трафика. Окей? Отлично. Это я сфокусировал то хорошее, что надо. Ну, вы это, в общем, и так знаете, но берите на вооружение нюансы. Но теперь посмотрим. От успеха до провала на самом деле один шаг. Операционный директор есть среди нас или в основном производственный блок и ассортимент? О, отлично. А скажите, какие проблемы у операционного директора возникают, когда умные маркетологи или категорийщики придумали мега новую фишку? Внедрить на магазине. Хрен все это внедришь, да? А виноват будешь ты. Они-то, их задача придумывать, да? Они на креативе такие молодцы. Так вот, от успеха до провала один шаг, дьявол кроется в мелочах. И самая лучшая идея, может быть, безнадежно испорчена, плохая реализация. Вот давайте посмотрим. Я понимаю, что вы устали, поэтому я не буду просить детально все это расписать. Хотя изначально это мастер-класс, в котором каждый из вас как раз и фиксирует, где можно облажаться по каждой из семи разрезов. И важно, поскольку время немножко сократилось, изначально предполагалось полтора часа, а в итоге 40 минут только мне оставили, чтобы вы все-таки по этому чек-листу могли пройти, мы вам его потом вышлем по почте, по контактам, которые были при регистрации. Это в понедельник-вторник мы сделали. Соответственно, я сейчас покажу, какие бывают ошибки. Вы их наверняка знаете. Важно. Когда будете смотреть, примеряйте на себя и вспоминайте. Потому что многие компании, как говорят, не страшно совершить ошибку. Страшно ее совершить, не заметить. И если вы ее не заметили, то что? Вы ее не исправите. Поэтому смотрим на то, какие бывают ошибки. Если узнаем себя, не расстраиваемся, не обижаемся. По просьбе Наталии я убрал слайды, или я их быстро пролистаю. Потому что все это – это результаты моей работы с конкретными брендами по повышению эффективности их управления клиентским опытом. Соответственно, я вам сейчас покажу не то, как надо делать, а я вам покажу пять антифишек. Все рассказывают про фишки. Я вам покажу пять антифишек, как избавиться от покупателей навсегда. И именно благодаря нашему формату готовой еды. Итак, пункт номер один. Еще раз говорю, не обижаемся, узнали себя, не расстраиваемся. Делаем выводы, что поменять в работе. Пункт номер один. Что надо сделать? Надо превратить торговый зал в помойку. Здесь нет атрибутов бренда той компании, где я сделал эту фотографию две недели назад. Но некоторые из вас могут ее узнать. А вот кто угадает, что это за сеть? Ух ты! Давайте поаплодируем. Вот человек реально разбирается в рынке. Человек реально разбирается в рынке. В чем важно? Я с уважением отношусь к сети Светофор. Это один из самых быстро растущих ритейлеров Российской Федерации. Просто они не претендуют на то, чтобы создать добавочную ценность. Понимаете? Но поскольку у нас с вами бизнес – это готовая еда, которая изначально предназначена для создания добавочной ценности, понятно, что в Светофоре есть кафе внутри. А вы можете его себе там представить? Совершенно верно. Поэтому, поскольку наши цели отличаются, мы не позволяем себе превращаться вот в это. Дальше. Что еще происходит в реале? Какой KPI спрашивается операционного директора? Да, говорят, у тебя выручка на сотрудника. Растет или падает? Да? Давай сокращай персонал. Знаете, какая игра такая идет? Например, из X5 нет никуда. Игра в X5 идет. Ну, хорошо. Игра идет в сети шестерочка. Вот, да? Никого не обидел, правда? Сети шестерочка. Игра следующая. Операционному директору генеральный вставляет, значит, в нужное место мотиватор, да? И говорит, а что у тебя в каждом магазине в смену по 12 человек работает? Давай по 10. Ну, давай, ну, давай, по 10. Да, а генеральный же он входит в раж, вот эти вот возвратно-поступательные движения высшего менеджмента с нижестоящим, они же, ну, вы же понимаете, да? Они очень нравятся тем, кто активную позицию занимает. И раз, 10 прокатило, прокатило, продажи вроде не упали. Что дальше говорят? После 10, что нам говорят надо? Что сделать? Давайте 8. Вот, давайте 8. А потом 6. А потом, и потом как в том анекдоте, да? Если мне сзади пилу прилепить, то я еще и дрова смогу тереть. Соответственно, что происходит? Кто в таких условиях, кто в таких условиях будет хорошо работать? В чем проблема с нашей с вами готовой едой? Она, черт возьми, портится, имеет свойства. А холодильники мыть надо, да? И поэтому вторая важная антифишка, да, чтобы в наших магазинах, особенно если это продукты питания, пахло просто так, чтобы зайти было страшно. Я вот регулярно бывал раньше в одном из магазинов сети, перепутал я что-то название этой сети, не хожу в этот магазин, но вонь там была такая, такая, а ведь это сеть, ну, сегмента такого. Но важно, хочу сказать, сеть отличная. Вот я с огромным уважением к ним отношусь. Они мощно добавляют ценность в свой формат. Они инвестируют в оборудование, они внедряют новые стандарты, вот всю эту визуализацию, там, вот нейромарки, все что угодно. Я какой пример приворил? Сеть отличная, стратегия отличная, конкретный магазин, вот наша проблема операционного директора. Вот в конкретном магазине есть слабый директор, и в этом магазине будет жуткая проблема, из-за которой покупатели перестанут ходить. К чему я это говорю? Не путайте. Если технология или ассортиментная линейка не пошли в магазине, это с проблемами, в первую очередь, линейки. Что мы делаем? Мы смотрим like for like по разным точкам сети и начинаем точечно закручивать гайки там, где проваливается. Отлично. Это вторая антифишка. Обратите внимание на срок годности. Я про списание и процент брака по скоропорту еще попозже скажу. Давайте будем честными. Свежая выпечка, ну когда у нас написано свежая выпечка, она свежая сколько? А если она сладкая, ну хорошо, там можно побольше. Если она с мясом, то о чем мы делаем, когда вечером что-то не распродали? Ну, коллеги, есть те, кто списывает. Поднимите руку. Прям списываем, списываем. А я берусь утверждать, что с 50% ритейлеров. Да не списываем, нифига. В холодильничек запихнули, утром выложили вперед, поближе к покупателю. Коллеги, давайте запомним. Это была компания Самбери, которая списывает все, что просрочилось. Вот в минуту просрочки сразу списывать. Отлично, молодцы. Если этого не делать, вонять будет просто чудовищно. Что еще, коллеги? Вот надо обязательно нанимать только таких сотрудников, только таких. Других даже вот просто вот даже не подпускать, не подпускать к магазину, ни в коем случае. Суть в чем? Что мы делаем? Начинается еще кризисы, вот эта вот хрень вся, да? Что происходит? Затраты надо сокращать. Коллеги, я 20 лет управлял компаниями, которые работали в сегменте средний, средний, плюс и выше. Что самое главное в этом формате? Правильно. Мы создаем добавочную ценность. Потому что если мы ее не создаем, добро пожаловать в светофор. Там все по-честному. Ее нету, низкие цены. Что происходит? Продажи чуть-чуть просели. Мы начинаем искать источники для сокращения этих затрат. И даже если мы не сократили с 12 сотрудников до 6, мы говорим, а давайте придумаем, как персоналу поменьше платить. И чем это кончается? Ты приходишь в магазин, а там на тебя вот такое. А что происходит с клиентом? Я когда сам работаю по анализу клиентского опыта, я сам иногда, иногда сотрудники есть, иногда я сам выезжаю, чтобы разобраться в ситуацию поглубже. У меня есть определенные тестовые. Как надо кастом экспириенс? Смотрите. Его не надо смотреть в штатной ситуации. Его надо смотреть в ситуации, когда что-то пошло не так. Понимаете? Потому что проблема все вылезает. Поэтому я для любого магазина создаю, что-то пошло не так. Один из примеров, знаете, какой? Я вижу что-то мелкое, иду на кассу, у меня 5000 рублей. Понимаете? И я кладу эти 5000 рублей, и по лицу кассира вижу, что что-то пошло не так. Что я вот сейчас прям пойду, прям вот не так пойду. Понимаете? И вот в эти моменты вот наш этот персонал, который мы на сэкономленные деньги наняли, начинает себя проявлять. Что такое хороший сотрудник? Скажите, какой важный критерий в кассире и в продавце? Один из самых важных. Улыбаться, вежливость. Скажите, стандарт клиентского обслуживания у многих уже есть, правильно? Там скрипты, тренинги. Я очень много сам работаю с персоналом, провожу тренинги по продажам, для высшего менеджмента, для руководителей, для линии. И мы их учим, как надо правильно, потребность там, то есть все. Коллеги, вежливость. Можно в сотруднике взрослым научить, извините за плохой русский язык. А доброжелательность? Да? Вот представьте, вот я иногда приезжаю тренинг приводить. У меня там 30 таких, вот таких вот. И говорит, Санислав, научите их быть клиент-ориентирными. Я говорю, слушайте, вот ваши деньги, я поехал. Ну, давайте ставить реальные задачи. Давайте я вам объясню, какие требования предъявить к персоналу, как правильно отбирать. Наберите мне тех, с кем можно работать, я с удовольствием их научу. Научить? Ну как, такого человека учить, только портить. Я же буду разрушать целостность ее, мироощущение и модели поведения. Понимаете? Она же будет улыб... Продавец должен улыбаться. Если ее заставить улыбаться, она будет так улыбаться, что лучше проходить мимо побыстрее. Соответственно, это третья ошибка, пожалуйста, не совершайте ее. Не надо снижать зарплату ниже рынка, потому что к вам будут приходить кто? Только те, которых не взяли в другие компании. Они нахрен не нужны. Они вам все испортят. Четвертая. Четвертая проблема. Внедрите антиклиентский стандарт обслуживания. Это обязательно. Это тоже фоточка сделана в магазине. Угадайте, куда они все стоят? А почему такая очередь на кассу? Потому что мы внедрили новейшую технологию, которая называется кассы самообслуживания. А для чего мы с вами их внедряем? Я в Дарвине всех тоже несколько лет назад внедрил. Для чего мы их внедряем? Мы клиентам что говорим? А вы проходите на кассу, там очереди нет. А мы на самом деле внедрили для того, чтобы они работали нашими кассирами. Ну вот если вещь своими. На самом деле интересно было недавно пронаблюдать. Я заглянула в относительно обновленный формат пятерочки. Ну вот кто на ВКонтакте у меня подписан на Фейсбуке, я выложила немножко оттуда. У меня есть интересное такое наблюдение теперь. Когда есть касса самообслуживания, и при этом есть очередь. Единственный в данном случае был человек, который работает на кассе. Они какие-то более терпеливые, что ли, становятся. Да, то есть условно касса самообслуживания-то свободны. Это тоже интересный момент. Это, кстати, вопрос на то, что поразмышлять на эту тему. Потому что, в принципе, так как мы все-таки дали альтернативу, ну я согласна абсолютно, да, мы уже оптимизируем процессы, конечно, люди там. Но у нас новое поколение растет, которым не надо общаться. И вот с этим, кстати, с одной стороны надо думать, что делать. Потому что они, когда совсем-то не хотят общаться, как им что-то допродать? А как вы там допродаете, да? Мы на самом деле идем в кассу самообслуживания. И даже в формате дискаунтеров мы в эту историю идем. Почему? Потому что покупатель даже больше сам говорит о том, что, например, вот в этих магазинах у вас кассов нет, поставьте. То есть мы даже делаем… Изначально мы делали, конечно, для того, чтобы оптимизировать. Это вот вся история. А сейчас покупатель на самом деле у нас сам говорит, что поставьте вот там, вон там, вон там, потому что это удобно. Меня, например, точно не заставишь пойти к прекрасной улыбчивой женщине, обслуживаться, я лучше быстренько сама и убегу от него. Но это уже некий стандарт отрасли становится странным. Да, большое спасибо за комментарий. Здесь важный момент какой. Наша стратегическая задача в чем? Мы хотим формировать у наших покупателей правильные привычки в процессе покупки. И сначала они возмущались, что на кассу, а теперь привыкли. Но я понимаю, что здесь в основном все-таки производственный ассортиментный блок. В Мирбисе я, в частности, веду курс стратегии цифровизации. И там у меня учатся директора по цифровой трансформации. Ну, потому что я сам очень много работаю по проектам цифрового развития бизнеса, как через цифровые технологии повышать эффективность. Коллеги, не надо внедрять кассу самообслуживания. Коллеги, кассу самообслуживания – это уже прошлый век. Если вы их не внедрили, не тратьте время. Они стоят миллионы. Ну, я им даже надену магазин. Какая технология сейчас перспективная? Ну, я назову две технологии, которые подъемные и для регионального ритейлера, и для федерального. Первое – это метки, которые вы в корзину просто вывалили все покупки. На каждую уникальная метка, которая считалась – не надо больше штрих-код никуда таскать. Не нужны вот эти 3D-сканеры, вот эта вот игра – подбери положение, в котором он отсканируется. Метка на товарик, понятно, да? Как вы телефоном расплачиваете, такая же метка. Вот это удобно. Сейчас вываливают в корзину. На самом деле, правильная технология, я некоторым клиентам рекомендую присмотреться к тем, кто сейчас разрабатывает. Есть пара компаний в России. Тележка заезжает в зону, где происходит сканирование, проезжает дальше, все. Понимаете? Просто надо когда сделать паузу, скушать твикс, и человек вылезает из кассы. Вот это перспективная технология. Поэтому я говорю всем, если вы еще не поставили КСО, не надо сейчас 50 или 150 миллионов в них инвестировать. Через 3 года они будут… Ну, может, не через 3, может, через 5 они будут мне нужны. Понятно. Вторая более продвинутая система, которую я не рекомендую сейчас никому. Ну, поскольку X5 здесь нету, то я никому не рекомендую. Потому что это подъемно только вот этому уровню. Это система интеллектуального распознавания образов, которая просто идентифицирует товар, который перед ним находится. Понимаете? Точно так. Но я считаю, что с метками это удобнее, потому что так товар надо предъявить. То есть не штрих-код сканер, понимаете, да? Включая выпечку, включая все остальное. Система регулярно сама обучается, но я не очень верю, что пирожок с вишней настолько отличается от пирожка с малиной, понятно, да, что его вот прям реально распознать. Хотя технология не стоит на месте. Кто знает, чего добился Яндекс со своей Алисой? Я говорю, у меня есть IT-бизнес, и я там внедряю его перспективную технологию. У меня нету колл-центра. Знаете, кто у меня работает в колл-центре? Кто знает, кто работает в колл-центре X5 Retail Group? Кто-нибудь звонил туда на горячую линю? Там карту пятерочки пытался активировать. Нет? Говорит, помните, была эра IVR? Знаете, что такое IVR, да? Interactive Voice Responder. Когда вы звоните, он говорит, если вы хотите узнать баланс вашего счета, нажмите 1. Если вы не хотите узнать, нажмите 2. Если у вас закончилось терпение, нажмите 3. И вот так вот 24, а потом спрашивает, хотите прослушать объявление сначала? И ты такой, да мать вашу, какую кнопку нажать, чтобы с оператором соединили, да? IVR всех выбешивал. Сокращение затрат на колл-центре. Что сейчас появилось? Появились голосовые помощники. Что вы делаете, когда говорят, добрый день, я голосовой помощник. Что вы хотите? Что вы говорите? И идите в жопу, соедините меня с оператором. Говорит 85%. Но даже самые крупные банки и крупные телекоммуникационные компании этой хренью занимаются. Что делал X5 Retail Group вместе с Яндексом? Если я не ошибаюсь, вместе с Яндексом, я точно знаю, что у Яндекса чуть ли не уникальна на данный момент эта лицензия. Звоните в колл-центр. X5 Retail Group. И он говорит, добрый день, сейчас один из лучших наших операторов колл-центра ответит на ваш звонок. Через две секунды вы слышите, добрый день, меня зовут Юля, чем могу вам помочь? И дальше начинаете объяснять, чем она может вам помочь. И поверьте мне, качество работы искусственного интеллекта, этого голосового помощника Юли, настолько высоко, что по результатам опроса 88% звонивших так и не поняли после трех-пятиминутного разговора, что это был голосовой помощник. Вот так. И поскольку я специально тестировал этот голосовой помощник, мне пришлось, знаете, как с автопилотом задавать ему неудобные вопросы, которые вскрыли его механическую природу. Высочайший уровень с интонациями, с теплотой в голосе и так далее. Вот перспективные технологии. И я начал матом ругаться. Это очень секрет, никому не рассказывайте. Да, 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 да. Отлично. Вот все это я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали, насколько важен стандарт обслуживания, и не надо искать в очевидных местах. И смотрите, я всегда говорю своим партнерам, с кем-то консультантам, смотрите вперед. Смотрите вперед на два шага. Потому что если вы внедряете сейчас то, что вот перед глазами, пока внедрите, уже все устареет. Внедряйте перспективные стандарты, иначе вместо добра получится зло. Ну и последний момент. Возвращаемся прямо к еде, к еде. Что в нашей еде замечательно, за исключением вашей сети? В нашей еде замечательно эта просрочка. Да? Потому что если плохая погода, если межсезонье, мы выпекли по стандарту столько-то булок, а они не распродались. И что? Да, и салат становится автоматически древным, греческим. Фоточки все реальны. Фоточки все реальны. Хотите салатик? Не хотите, может быть, булочку возьмете? Булочку. Вкусные булочки. Кто хочет свежие булочки? А если хотите чего-то поплотнее, пожалуйста, вот сочный бургер. Сочный. Да, вы знаете, когда я эту картинку смотрю, я потом два часа еде думать не могу. Коллеги, вот смех смехом, а операционный директор расскажет. А вот приезжаешь в свой магазин, мы разрабатывали рецептуру, да, мы купили новое оборудование, чтобы вот там все это было, да, мы логистику строили. Вот кто знает, почему вкусвилл долго не давал франшизу никому? Потому что у них настолько высоко отлажены бизнес-процессы работы с охлажденным продуктом, что они не верили, что кто-либо из партнеров просто сможет обеспечить логистику. Понимаете? Но потом они сломались, потому что рынок диктует. Но вот факт. В пятерочке вот приехали, в пятерочке, хорошая сеть, тоже с уважением отношусь. Бывают отдельные плохие пятерочки. Вот у меня рядом с домом случайно плохая пятерочка попалась. Помните, в прошлом году у нас же из март выступала, где коммерческий директор, да? И вот если, опять же, не смотрели видео из Жизмарта, то полюбопытствуйте. И как раз во время Сеня Лысенко рассказывала о том, что они свою франшизу… Жизмарта развивается изначально по франшизным принципам. Причем у них есть инвестирование, когда просто ты инвестируешь, и они управляют. И есть когда франшиза. И у них уже было несколько примеров того, что из-за того, что коллеги, ну, партнеры не обеспечивали вопрос достаточного холодного пространства, ну, с кондиционерами какие-то была проблема, после нескольких раз того, что они заметили, их просто отключили. Три дня, и все, настроили. То есть понятное дело, что вкусвела изначально была по-другому выстроена модель, но я просто к тому, что сейчас появляются некоторые возможности, да, вообще, то есть в этих вот проектов пойти, ну, значит, полностью не будешь нашим партнером, если не соблюдаешь требования. И это к вопросу о том, что… Я почему сейчас прям немножко зацепилась? Я просто сейчас наблюдаю активно, что начинают многие упаковывать свои бизнесы во франшизы. И вот если вы без вот этой истории… Если вы не упаковываете таким образом, что вы можете регулятором работать, то если они не соблюдают стандарты и выключают, то зачем? Потому что и в этой истории партнеры, да, когда фабрика с вами работает, и вы там переключаете, тут тоже нужно понимать, в какой момент, и что будет происходить. Но я просто вот зацепилась за это, вспомнив про Жизмарт, как у них сейчас это сделано. Возможно, будет полезно. Отлично, спасибо. Ну, вот я вас немножко попугал страшными картинками. Теперь, собственно, факторы успеха, да? Здесь все просто. Здесь все просто. Анализ управления потребительским опытом. И вот сейчас прям по вехам пробежимся пять минут, чтобы вас уже потихонечку отпустить. Что здесь важно? Еще раз повторюсь, очень много этим занимаюсь, с ритейлерами, с производителем, с оптовиками. Честно скажу, везде куча открытий. Везде куча. Понятно, каких открытий, да? Вот. Глубже смотреть. Значит, что мы делаем? Все понимают, что это за инструмент. Нужно обязательно раскладывать по всем этапам. Декомпозировать. Нельзя смотреть по верхам. Надо смотреть. Вот про розничный магазин. Надо смотреть, какой асфальт перед этим магазином может ли подъехать машина. Надо смотреть, как открываются двери, не грязные ли они внутри. Надо смотреть, какой коврик лежит при входе. Потому что если при входе будет лежать грязный коврик с лужей вокруг него, да, то свежая выпечка будет продаваться хуже. Почему? Потому что мы смотрим на грязь, у нас возникает подсознательное ощущение тошноты, и мы вот самое готовое, самое сочное покупать будем меньше. Понимаете? 15-20% потери выручки именно по нашему, вот по ультрафрешу и по нашей теме. Понимаете? Поэтому надо обязательно декомпозировать очень подробно. Картинку эту наверняка все много раз видели. Английский все наверняка прекрасно владеют. Соответственно, я подчеркиваю, что обязательно весь путь от базовой узнаваемости стартовой, заинтересованности, вот зеленым это, собственно, через сам процесс покупки, но наша победа над конкурентами начинается тогда, когда после покупки сервисы управления лояльностью у нас побеждают. Что сейчас делают многие сети? Первый, по-моему, был вкусвилл. Что у них на чеке написано? Если вам не понравилась наша еда, просто верните нам чек необязательно. Угадайте, какой процент возвращают? Да никакой. А приятно прочитать. Приятно. Понимаете? Поэтому я берусь утверждать, что после того, как мы избавились от очевидных косяков, очень важно делать то, что после покупки происходит с нашим клиентом. Что еще? Обязательно на все смотреть глазами клиента. Страшная ошибка всего менеджмента и собственников. Мы смотрим на наш бизнес так, как нам нравится. Только глазами клиента. Я от своих директоров гипермаркетов, всего офиса, категорийщиков, маркетологов, всех требовал. Раз в неделю ты должен стать клиентом одного из наших гипермаркетов. Обязательно. Сам купить. А потом прийти и рассказать, что было не так. Вот это очень важно. Смотрим на все только глазами клиента, иначе мы в мире иллюзий. Что еще? В магазине может быть вот так. В магазине может быть вот так. И мы этого не видим. Почему? Потому что у нас в магазине нет чек-листа контроля выкладки, контроля торгового зала, или персонал на него безнадежно забивает. Коллеги, особенно региональные, спросите себя. А у вас чек-листы есть, а они реально работают, а вам фотоотчеты присылают или их внедрили, а потом на них забили. Понимаете? Кончается вот этим вот. Даже в самой лучшей сети, я специально быстро пролистал, чтобы вы не узнали название, даже в самой лучшей сети будет вот так. Если просто нет операционного плотного контроля. Соответственно, я настоятельно всем рекомендую, старайтесь забраться по этой пирамиде CX как можно выше. Но без иллюзий. Я понимаю, в какой стране мы живем. Я понимаю, в какой мы стране живем. Страна у нас отстает от мирового рынка по бизнес-технологиям на 10, 20, 30 лет. Поэтому я скажу так. Коллеги, хотя бы заберитесь на первые две ступеньки. Это дайте мне информацию о продукте, который я могу использовать для принятия решения о покупке. Это самое начало. Здесь важно, решите вашу проблему, когда я об этом попрошу. Вот эти две вещи. Понимаете? Вот когда на кассе человек приходит, говорит, у вас просрочка, поменяйте мне. Он говорит, ну идите поменяйте. Когда приходит человек на кассу, и он забыл взвесить. Что ему говорят? Идите взвесить. Вот меня Ашан убил. Из Ашана кто-нибудь есть? А кто был в Ашане? Кто был в Ашане? А вот смотрите, парадокс. Вот опять-таки, все, вот важно понимать, все, кого я критикую, я к ним ко всем с уважением отношусь. Я прекрасно, еще говорю, я 20 лет управлял компаниями, и я понимаю, как тяжело, когда ты там наверху что-то правильное придумал, как тяжело, чтобы это каждый день и каждую минуту было на операционном уровне реально внутри. Что у вас, Аня? Ну, это придумано наверху. Там взвешивать надо. Забыл. Пришел. Идите взвешивать. Но. Ну, у кассиры, черт возьми, вот же у тебя весы стоят. Вот у тебя стоят весы. Но они только для того, чтобы проверить, не вор ли я. Да? Для того, чтобы проверить, взвесить и убедиться, что я два яблочка сверху не доложил после того, как наклеил бирочку. Понимаете? Поэтому, как минимум, как минимум, вот решите проблему, когда ваш покупатель, когда наш покупатель говорит, ребята, у вас задница, быстро решите то, что он потребовал. Вот хотя бы это. Вот эти вещи я даже не рассказываю. Делайте фотку, потом прочитайте. Кто на крутом уровне, вполне возможно, вы бьетесь за этим. Да? Смотрите. Удовлетворите мои нужды, когда я об этом попрошу. Не просто в товаре. Да? А дальше вообще. Дайте мне то, в чем я неждаюсь, не спрашивая меня. Мы так любим проводить исследования. Я вот столько говорю клиентам, ребята, не надо маркетинговые исследования проводить. То есть, миллион, два миллиона рублей на ветер. Клиент сам не знает, что он хочет на самом деле. Вот мы сейчас с Дмитрием Дмитрием из Лерой Мерлен на хаус-холде, я сейчас между двумя конференциями курсирую, про нейромаркетинг говорили. Коллеги, 80% решений покупателей, они эмоционально вообще к разуму отношения не имеют. Не имеют. Поэтому спрашивать покупателя, что бы вы хотели. Стив Джобс спрашивал, хотите ли вы айфон? Ну, вот серьезно. Бессмысленно спрашивать. Не тратьте время спрашивая. Научитесь предугадывать и отслеживать тенденции тренда. Ну, вот про самое верхнее я не буду. Это удел Гуглов, Фейсбуков и так далее. Нам пока, ну, объективно, нам пока не надо тратить на это время. Что еще? Что еще? Еще один важный фактор успеха. Вот я говорил уже. Принимать правду, как бы горька она ни была. Мы провели анализ клиентского опыта. Ну, выложили вам отчет. Вот, ну, начните действовать, не говорите, это было случайно и вот, типа, не повторится больше. Принимайте правду. Потому что многие топ-менеджеры занимают вот такую позицию. Они получают результаты чек-листа и, ой, все, головой в песок. Нет, не хочу, не знаю. У меня нет ресурсов. Мне сейчас не до того. У меня другие стратегические спорядки. Я всегда партнерам говорю, коллеги, люблю эту картинку показывать. Коллеги, когда страус? Прячет голову в песок. Снаружи остается определенная часть тела, которая не замедлит воспользоваться вашим конкурентом, совершая ряд возвратно-поступательных движений. Поэтому, если вы закрываете, просто поймите, если вы закрываете, если мы закрываем глаза на наши проблемы, поверьте мне, у клиентов нет причин закрывать глаза на наши проблемы. И они проголосуют, пойдя в соседний магазин. Особенно, если у нас формат рядом с домом. Это вообще жесть. Понимаете? Что еще? Здесь начинается обычный менеджмент. Выявить проблему не значит ее решить. Нужно организовать процессы, прописывать стандарты, скрипты и так далее. И, разумеется, главный вопрос, чем мы любим заниматься. Произошел косяк, мы ищем, кто виноват. А когда произошел косяк, надо думать о том, о чем? Надо думать, что делать. Вот это тоже очень важно. Коллеги, я всегда говорю, слушайте, давайте поменьше рефлексии. Вот я всем партнерам говорю, давайте поменьше рефлексии. Да, мы обязательно найдем виновного, мы его изобьем до смерти. Вот все. Что делаем дальше, чтобы не повторилось? Вот об этом надо думать. И пятый фактор тоже. Один раз, как известно, не считается. Не считается. Что я имею в виду? Если вы один раз организовали какой-то операционный процесс, это не значит, что он будет работать всегда. Поэтому что мы делаем? Ну, это азы менеджмента, вы их все прекрасно знаете, да? Мы управляем в цикле. Запланировали, сделали, получили результат, проанализировали. И вот тогда у нас с вами, дорогие друзья, все получится. Спасибо за внимание. Я вот теперь переживаю. А вопросы есть? Нет? Ну, я надеюсь, что такая некоторая провокация для вас все-таки оказалась. Ну, поулыбались немножко, как минимум. Но на самом деле, это, знаете, немножко с другой стороны подсмотреть. И у нас завтра, вот, знаете, вот иногда экстраполяция опыта. Вот я там завтра этим словом тоже буду использовать. Когда я втягиваю коллег, которые, может быть, в меньшей степени именно с готовой едой работают, но вот называется главный операционный взгляд, главная вот эта системность, которую можно поделиться. Завтра тоже вечером будет тот мастер-класс, на тот практикум, который мы будем с вами, попробуем пройти. Коллега не из темы готовой еды, но она из фэшн-бизнеса. А там очень важно понимать, как же увидеть того человека, который может купить продукт дороже. А мы все время даем одно и то же, да? Ну, хотя человек уже хочет другого. Поэтому там тоже для меня некое роде это эксперимент. Ну, я рада, что вы мне позволяете такие эксперименты делать. Ну, я буду стараться, чтобы у вас такие эксперименты были. Кому-то тяжело, я вижу перемены времени тоже. Да, ну что ж, давайте так. На этом сегодняшний первый день закончен. А сейчас я предлагаю потихонечку собираться. И завтра встречаемся также. Спасибо большое. В 11 часов будем продолжать. Будем также говорить о готовой еде, насыщаться информацией. Переваривайте, задавайте вопросы, готовьтесь. Ну, а кто не успел сфотографироваться, завтра также запланируйте. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...